Добрый день! Мы с вами продолжаем разговор о удивительных животных, которые обитают на нашей планете, а и с вами снова я, Московский Алексей, доцент кафедры зоологии и экологии Московского педагогического старостного университета, и я хочу сказать, что для того, чтобы найти животных уникальных, животных, ну, в общем-то, фантастических, не обязательно куда-нибудь ехать в тропики. В принципе, достаточно сесть на электричку у нас в Москве на Казанском вокзале, доехать до станции Виноградово и выйти в пойму реки, которая протекает недалеко между станциями Виноградово и Конопеема, в пойму реки Москвы, и там поискать весной небольших куличков, которые носят название Турухтаны. Турухтаны — это кулики, которые гнездятся у нас под Москвой, гнездятся в средней полосе России, вот, они уникальны целым рядом своих признаков, ну, во-первых, это кулики, которые близки к песочникам, ну, и даже можно сказать, что это такой крупный песочник, большинство песочников в педагоге в тундре, а это вот такой песочник, населяющий в основном лесную зону. Вторая очень важная вещь — это то, что у Турухтанов абсолютно фантастическое брачное поведение. Завязано оно на целом, на очень сложной системе социальных отношений, которые визуально выражаются в том, что у Турухтанов формируются в брачный период у самцов воротники и украшающие перья, которые создают неповторимый узор вокруг головы этого Турухтана. Такой воротник состоит из удлиненных перьев, которые располагаются на шее, плюс по бокам головы и на темене вырастает еще дополнительный вот такой, как бы, небольшой султанчик из перьев. Уникальность вот этих всех образований заключается в том, что у Турухтанов, среди Турухтана, точнее, вы не найдете двух одинаковых. Все Турухтаны имеют сугубо индивидуальную окраску вот этих воротников. Ну и вот здесь представлено на вот этом слайде, представлена все лишь маленькая толика Турухтанов с вот такими уникальными для каждого самца воротниками. Расцветка всегда будет у каждого абсолютно индивидуальная. Но интересна не только окраска самих воротников Турухтанов, интересно и другие особенности брачного поведения этих небольших куличков. Она заключается в том, что Турухтаны в период брачных игр образуют така, где самцы защищают какой-то участок этого такаища и привлекают на него самок. Наиболее успешные самцы спариваются с самками и дальше непосредственно самки начинают откладывать яйца. Но самое интересное заключается в том, что в зависимости от цвета воротника самцы демонстрируют очень разные типы социального поведения. Самцы с темными воротниками это так называемые честные самцы. Вот здесь представлены на слайде самцы с темными воротниками, то есть либо с рыжими, либо с черными, либо с пестрыми. Это самцы, что называется, демонстрируют такое честное, абсолютно рыцарское поведение. Они действительно защищают свой участок, они борются с другими самцами, они честно отвоевывают право доступа к размножению, доступа к оплодотворению самки. Есть самцы с белыми воротниками. Вот он здесь как раз изображен. Это самцы, которые, самцы такие, я бы сказал, ну, в общем-то, не совсем честные. Они не держат территорию, они, в принципе, я бы сказал, так действуют несколько из-под тяжка. Пока два самца, так сказать, рыцари дерутся, самцы со светлыми воротниками потихонечку подкрадываются, и как бы, в общем-то, если им удастся, то потихоньку, пока два рыцари дерутся, они оплодотворяют самку. Это, как бы, второй тип стратегии. Но все-таки они демонстрируют, у них отрастает настоящий воротник, и они действительно функционируют как вот такие. Но все-таки они демонстрируют, что они ярко выражены самцовые признаки, у них имеется брачная окраска. Есть третья группа самцов, которая, ну, в общем, по большому счету, если эти обманщики, то это обманщики в квадрате. У них не отрастают в брачном наряде, не отрастают соответствующие воротники, и такие самцы воспринимаются вот этими территориальными самцами как самки, и на них не распространяется агрессивное поведение. Если самцы с белым оперением, они просто улучшают момент, пока самцы отвлекаются на драку и спарятся с самкой, то вот такие самцы, у которых воротник не отрастает, они просто-напросто пользуются своим сходством с самками, свободно перемещаются среди охраняемых территорий самцов, которые находятся в состоянии такой брачной агрессивности. Эта агрессивность в них не распространяется, и пока эти самцы, опять-таки, заняты каким-то своим ритуальным поведением, они спариваются с самками. То есть вот три таких социальных стратегии, которые существуют у самцов Турухтан. То есть есть честные, обманщики и обманщики в квадрате. Так что для того, чтобы найти удивительных животных, не особенно нужно отправляться в далекие страны. Достаточно посмотреть вокруг природу, которая нас окружает, на нее обратить внимание, и мы найдем не менее интересные факты жизни животных, чем факты жизни тропических различных млекопитающих, птиц, рептилий или каких-либо других позвоночных животных. В следующий раз мы с вами поговорим о других удивительных животных, населяющих нашу планету. А сегодня мы с вами обратили внимание на самых, так сказать, животных, которые можно увидеть у нас в средней полосе России, которые являются достаточно обычными для нашей с вами лесной зоны.